Стрёмные месяцы, блядь, башки, они все это... Они хрустят. Идем смотреть комнату, похоже вообще на какую-то больницу. Это дикое место. Снаружи высокоэтажный отель. В общем, ребята, в отеле вообще полная тишина. Походу мы вообще единственные постояльцы. Бассейн весь грязный. Бассейн грязный. Не чищенный, мутный. На входе вообще написано, что отель закрыт по март месяц. С февраля по март месяц отель не работает. Ну, не знаю. Тут не видно никого. Хотя, он в том номере на Верху, кто там был. Но не факт. Здесь полная гушь. Вот, мы сейчас попробуем исследовать отель. На той стороне есть даже бунгало на территории отеля. Вообще, посмотрите, что в этом отеле все пусто. Все в пыли. Я не знаю, когда мы заселились. Ребята, знаете, как в кошмарах, в каких-то ужастиках заселяешься в призрачный отель. Полная высота. Все парные стойки там брошенные. Товара нету в своей стороне, не продается. Часы стоят. Мы находимся. Вот он нашел вклады. Вообще, отдельно высота везде. Ребята, даже в мусорке растет трава. Должно о чем-то, мне кажется, говорить. А этот бассейн вообще пуст. Интересно. Ладно. Важно на вот это все происходящее. То есть, тут тоже какая-то зона отдыха была. Кафе может. Тут холодильничек. Тут как бы бар может был какой-то. Вот. Все вообще в заброшенном, запущенном состоянии. То есть, здесь слои пыли под ногами огромные. Не нужно будет знать, где полоснуть после этого всего. Сейчас мы возвращаемся к нам отель. Ну, кто-то вроде с нами на этаже есть. Кто-то очень сильно кашлял. Да, еще самое такое напрягалось, что получается персонал, который нам сдавал отель, он кашляет. Ты вот заходишь, как туберкулезный диспансер, потому что тут везде, как в больнице, все белое. Вот, на верху вот это и есть тоже кашля. Слава богу, мы тут не один. Ребят, несмотря ни на что, у нас есть кофе, чай, горячая вода, чайничек, водичка. Все круто. Белоснежные, просто нечистые. Да, здесь такой запах очень специфический. Сырой, да, сырость. Плесень. Такое ощущение, что в этом номере не жили, мы уже удастся. Дико странный отель. Ну, в принципе, мы людей уже видим. Пару человек тут есть. Все такой большой отель. Вот, я хочу перебраться на сторону, где бунгало. Нашел даже вентилятор, который делает пену. Здесь проводили пенные вечеринки. Здесь большой достаточно бассейн, трехъярусный. Вот. Очень странно, что он в таком состоянии, и он какой-то мрак навевает. Там находишься, и странное ощущение. Надеюсь, там... Модель с поведением. Мы пойдем дальше. Может, кстати, и поэтому у него плохая репутация. Здесь стрёмные лесницы, блядь, Макс. Они все это... Они хрустят. Мне даже стрёмно себя остановиться. Там такая стрёмная лесница вообще. Все вот это хрустит, все в таком состоянии. Ну, что, ставится все. Правильно, отель как в заброшенном состоянии. А самый верх? Да, да, да. Да? Может, что... Да. Да. Ну, да. Ладно. В общем, ребят, ну... Я не знаю, у кого будет какое мнение по поводу этого отеля. Можете написать в комментарии. Ну, может, мы ищем что-то такое подожрительное у него. Ну, он довольно-таки... В общем, странный. Мне прям, ну, какое-то чувство неприятное. Назвайте странное. Дроппинг клап. Дроппинг клап? А, этот. Такое, смотри, тело на бассейне. Тело на бассейне нарисовано. Вот это самое главное. Ха-ха-ха. А дроппрыжок? Прыжок. Дроп. Дроппинг. Так, ребята, мы только что, ну, расшифровали. Точнее, перевели название. Получается, дроппинг клапп. Это падение в клуб. Ин. В. Получается. Падение в клуб. Падение. Падение. Падение и отпечаток вот этот в бассейне. Ха-ха-ха. Как можно было назвать отель названием падение? Ребята, это история тайного отеля. Ха-ха. Падение, правило, та история. Здесь половина комнат открыта. Вот. Непонятно, кто-то здесь живет или нет. В некоторых вообще перевернуты все матрасы. 14.08, наверное, где комната? 14.08? Давай. На первом этаже. На первом нужно. Все в таком же состоянии, смотри. А это типа вот эти бунгаллы на территории самого отеля? Получается? Да. Мы можем туда подняться, заснять. Туда? Спроситься. Да, пойдем, наверное. Туда нужны тапки, надеюсь. Тоже смотри. Это все заброшенное. Вот это реально заброшенное все, ребят. Тут вообще жесть. А ну реально, смотри, там грязь. Смотри, там грязь какая. Крыша реально разорвана. Вон она. Там же бассейн тоже мутный. Сейчас я думаю, что сейчас в световой площадке будет лучше. Это у нас вообще, да? В таком состоянии. Нет, понятно. Расскажи, что ты хотел сказать. Может быть просто действительно хозяин этого места. К каким-то причинам ушел в мир. Ну и здесь просто живут местные остатки персонала, которые просто здесь живут. Ну и иногда подрабатывают, я так понимаю. Не, ну тут все равно и внизу там есть кто-то, возле бассейна. Да, на входе на эту территорию написано, что... Я уже говорил, да, что он закрыт на февраль-март. Да, да. Отвалили цифры. Ребята, вы видели? Ну, вот это, да? А вы посмотрите сюда. Кто-нибудь играл вот в очках виртуальной реальности в ужастике? Мне очень напоминает это. Просто... Ну, лифт 100% не работает. Что там? А это спуск вниз туда. Там кто-то живет. Даже бар, посмотрите, какой тут вообще. Ребята, это что? Что это? Кошка сейчас побежала. Я че-либо срочку не надел. Мы стали немножко ближе. Вот этот двор сделать с квотом бесплатным. Он прям... Путешественный. Вообще, бля, его прикольно. Ребята, мы пойдем смотреть, что в этой комнате. Там все перевернуто. Таком-то 4102. Чем-то мне напоминает 1408. Здесь очень давно никого не было. Здесь, на полу, такой слой были, что у нас что-то проминается. Тут пахнет сыростью тоже. Дикое такое. Может, они дают сейчас постояльцам номера, которые они отреставрировали? Смотри. Высыпай, пока. Ты. Здесь нет света. Здесь есть волны. Слой пыли. Слой пыли. Слой пыли, реально что-то проминается. Здесь положи чистый. Чистый? Да, там кто-то живет. Да, там кто-то живет. Как я понимаю, тут номера живут в тех, которые отреставрировали. Остальное все в заброшенном состоянии находится. Только подлежит восстановлению. Может быть, даже отель был какое-то время заброшен. Сейчас только начинает работать. Вот так. Очень интересно. Чистый номер, да? Обычно. Даже 100 баллов открыто. Ну. Все открыто вообще. Все в доступе. Находится. Ты слышишь? Каждый открытый. Пойдем? Да, пойдем. Нашли президентский номер. Президент сует. Сейчас попробуем заглянуть. Тогда, конечно, тонированное стекло. Никак, наверное. Во! Что-то я вижу. Висит замок. Никто попасть не сможем. Тоже такой еще мрачный. Смотрите на этот. Макс пошел уже в самый низ. Тут даже кто-то живет в этих местах. У них в таком плачевном состоянии. Некоторые вообще даже не убираются. Мы вышли на черную лестницу. Вот. А тут просто очень много грязи. Здесь никто не убирает. У нас где-то в самом низу уже. Ну да. Я же могу посветить. Меня хоть спрашивай, снимаю ее или нет. Так вот, ребята. Вот еще было светло, когда мы спускались. Уже темно. Сейчас не очень видно. Ну, смотрите, какое все облезшее. Все засыпано листвой. Облупленная крыша полностью. Не черепица, сыпется все уже. Теперь нам задача идти обратно. Обратную дорогу. Потому что мы наш номер закрыли изнутри. И мы можем попасть с него только со стороны бассейна. Вот. Но мы сейчас другим путем пошли. В прошлый раз мы по черной лестнице. Вот она, еще черная лестница. Макс, мы же по черной лестнице. Ты думаешь, мы сможем выйти к бассейну здесь? Да, мы сможем выйти к бассейну здесь. Ребята, смотрите, тут. Это бассейн. Вы его не видите, но это бассейн. Здесь все темно, ничего не работает. Здесь вот 4, 5, 6, 7. Семь номеров работают. Семь номеров работают. Семь номеров работают.